Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и продолжая разговор о книге пророка Еремея, мы сейчас обратимся к 14 главе. В 14 главе помещена проповедь, слово Господне, которое было к Еремее во дни засухи, во время засухи в Иерусалиме, насколько можно судить, в период правления царя Иосии. Засуха, конечно, ужасное бедствие, потому что ничего нет, все исчезает, трава не растет, сельскохозяйственные культуры не растут, и скоту тоже нечем питаться, потому что нет травы. Вот, смотрите, Господь говорит, почернели ворота Иуды, и вопль поднимается в Иерусалиме, не находят воды, и дикие ослы глотают, подобно шакалам, воздух, потому что нет травы. В чем причина засухи? Кто ее породил? И если все-таки все, что делается, делает Бог, а так думают современники Еремеи, то тогда надо полагать, что и засуху тоже Бог навлек, навел на Израиль. Ну, исходя из этой логики, Иеремия говорит, беззаконие наше свидетельствует против нас, но вот тут появляется удивительно важная мысль, важный аспект. Иеремия говорит, но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего, не ради наших беззаконий, а ради имени Твоего. Мы согрешили пред Тобою, но Ты, надежда Израиля, спаситель его во время скорби. Вот это важно, то, что на самом деле другого спасителя нету. Есть единый Бог, единственный, настоящий, и только Он спаситель. в перипетиях нашей жизни трудных, разнообразных, пугающих условиях и кошмарах, знаете, как Господь предупреждал своих учеников о войнах, военных слухах и эпидемиях, и землетрясениях. Кто спаситель? К кому обращаться? К кому направлено сердце? Вот Ты, спаситель Израиля. И это чрезвычайно точно улавливает Иеремия. Он знает об этом. Вера Иеремии в том, на самом деле, что вся логика предательства, отречения, нарушения завета, кары и прочее, прочее, все это так. Но Ты, спаситель Израиля, только Бог может в этих обстоятельствах и спасти хотя бы что-то, хотя бы кого-то. Перед этим в конце 12 главы Господь говорил о том, что Он рассеет народы, в том числе и народ Иерусалима, но помилует и приведет каждого в удел его. Вот Ты, спаситель наш, только Ты можешь вернуть нас к жизни, восстановить из этого разрушения. И имея свойственную ему поэтичность, видимо, так устроена его мысль, Он говорит, ну зачем же Ты, как чужой в этой земле, как прохожий, который зашел переночевать? Почему Ты ведешь себя так, как будто тебе нет до нас дела? Ну Ты же посреди нас, и Твое имя наречено над нами. Не оставляй нас. Не оставляй нас. Вот Он молится и просит, чтобы Господь, спаситель, не оставил свой народ. И сам же Иеремия отвечает на это. Так говорит Господь народу своему, за то, что они любят бродить и не удерживают ног своих, зато Господь не благоволит к ним, припоминает ныне беззаконие и наказывает грехи. Вот потому, что они любят бродить на стороне, душа Господня не благоволит к этому народу. Так можно? Для современного человека кажется, что вообще-то неправильно, что Бог должен быть благостным старичком на облаке, которому по большому счету все по барабану. Он такой бесстрастный, божественная апатия у него в глазах, и он не карает. Ну, такой Бог, конечно, больше нравится, потому что можно, в общем, безопасно грешить. Но настоящий-то Бог ненавидит грех. Не благоволит его душа к тем, кто бродит на стороне. И он припоминает беззаконие и наказывает грехи их. Вот это так. Хотелось бы, чтобы вместо этого был какой-нибудь другой Бог. Но Бог настоящий, Он живой, Он вот такой. Вот тот единственный, кто действительно царствует в этом мире, сотворил этот мир, и наша единственная надежда. Вот об этом говорит и Еремия, и это, если хотите, его свидетельство. Господь же говорит пророку, ты не молись об этом народе, да пусть они там хоть упастятся, я не услышу их. Будут приносить иссожжение и дары, не приму их, но мечом и голодом и моровую язву и истреблю их, говорит Господь. По причине их неверности. И снова Еремию молится, говорит Боже, ну вот пророки говорят, что будет все хорошо. Речь идет о храмовых пророках, о тех, кто во время общей молитвы, когда восходят священники по ступеням храма, приносят жертву всесожжения, воспевают славу Божью, и некоторые из присутствующих, наделенные даром пророчества, от имени Бога, что-то такое народу говорят. И Еремия видит, говорит Господи Боже, ну вот эти пророки говорят им, не увидите меча и голода не будет, но постоянный мир дам вам на этом месте. Господь говорит Иеремии, они врут. Врут, пророчествуют ложное именем моим, а я не посылал их. Они возвещают вам видение ложное, и гадание, и пустое, и мечты сердца своего. И тоже тогда возникает неразрешимый вопрос. А как отличить подлинное пророчество от того, что мечты сердца нашего? Здесь нет ответа на этот вопрос. Он еще далеко впереди, ближе к заключительным страницам Библии. Но возникает действительно вопрос вот здесь. А как отличить лжепророков, которые говорят «все будет хорошо», и пророков, как и Иеремия, которые говорят «все плохо»? Это невозможно. Без какого-то такого, без какой-то такой внутренней приверженности к Богу, какой-то такой связи, которая рождается по призванию, как у Иеремии. Об этих же лжепророках Господь говорит «я не посылал их». И они говорят, что меча и голода не будет, ну вот мечом и голодом и будут истреблены. И Господь говорит Иеремии «скажи им, да льются из глаз моих слезы день и ночь, да не перестают». Господь вместе с Иеремией здесь плачет и сокрушается о тех, кто гибнут от меча и от голода. и это, как видите, такое продолжение продолжение темы. Начинается она с того, что вот лжепророки говорят, что не будет меча и голода, и дальше Бог через Иеремию говорит, они врут, будет и меч, и голод, и они от меча и голода погибнут, и город, отмечая голода, погибнут, погибнет. И ты плачь об убитых мечом и погибших от голода. И тогда Иеремия спрашивает, разве ты совсем отверг Иуду? Разве душе твоей опротивился Сион? Как вот, что происходит? Почему мы ждем времени исцеления? И вот ужасы. То есть только что неоднократно Иеремия сам говорил от лица Бога, что народ этот предал Бога, и поэтому его ждет гибель, отмечая от голода. Но все-таки он спрашивает, но неужели до конца? Неужели это окончательное отвержение? И он молится и говорит, не отринь нас ради имени твоего, не унижай престолы славы твоей, не разрушай завета своего с нами. Таким образом, надежда Иеремии в том, чтобы Бог ради своего имени не разрушил завет. При том, что вот уже на протяжении нескольких глав речь идет о том, что завет разрушен самими израильтянами. Но вот ты не разруши завет с нами. Мы на тебя надеемся, потому что ты единственный настоящий Бог. Последний 22 стих удивительный. Есть ли между суетными богами языческими производящие дождь? Или может ли небо само собой подавать ливень? Не ты ли это, Господи Божий наш? Ты один, только ты действуешь, только ты настоящий. И поэтому на тебя надеемся мы, ибо ты творишь все это.